Много положительных эмоций. Было пресс и телевидение. Назовем его Музей Петровичем. На эти все вещи смотришь. Просто так такие вещи не достаются. Работал в газете Спорт Экспресс. Поминай крышку Харламова. Вот так раньше играли. 89-й год, 30 лет. Всем здрасте. Не так давно мы были в городе Брянске. Много положительных эмоций. Много у нас получилось материала. Не сняли мы, да, город. Потому что мы просто по времени успевали. Игра за игрой. Очень все динамично. Было пресс и телевидение. Поэтому на разрыв. Тем более у нас не было ведущей. Все было очень сложно. Но мы решили снять отдельный ролик. Отдельное видео. Посвященное Сереге. Назовем его Музей Петровичем. Посмотрите, что у него здесь есть. Это клюшки. Это шлема, краки, коньки, майки. И немножко мы зададим вопросов. Откуда и как он получил в свою коллекцию данный экземпляр. Откуда. Потому что он все это дело коллекционирует. Просто так такие вещи не достаются. Серега, привет. Привет. Так, давай расскажи самого такого. Что для тебя, наверное, самое дорогое. Ну, самое дорогое это клюшки, конечно. Так, хорошо. Поминай клюшку Харламова. Вот, смотрите, Харламова. Номер 17. Расскажи, как она тебе досталась. Досталась. Портрет дяди. Он спортивный журналист. Работал в газете Спорт Экспресс. И он сам лично встречался. И даже сидели там за столом. И он лично дарил клюшки. Часть клюшек перешло по наследству. От него по наследству. По наследству, да. Что да, здесь очень видно. Довольно-таки там такие старые. Очень старые клюшки Йоффа, которые, ну, совершенно. В наше время, в мою молодость, это просто были какие-то клюшки. Просто эксклюзивные. У тебя также, смотри, Монреаль, Вис, Коха, Лужники. То есть, такие вещи. Тоже есть клюшка очень канадская. Вот сейчас практически не выпускаю. Вик. Вик, да. У меня, кстати, коньки были в детстве в Вик. Да. Очень много. А часть клюшек, которые я уже дополняю в коллекцию. Вот крани, шлем, каньки, которые тоже у меня друг. У него тоже свой магазин, как у тебя. Ну, приносят, кстати, эти великеты. Он себе сказал, что собирают. Вот. Достаются так вот тоже, в Гуде, что приносят. Шайбы тоже. Вот расскажи про шайбы, да. Шайба интересная с историей. Непростой. Ну, шайба вот в ПТК-роспись. Он приезжал на Брянск, тоже открывал турнир. Он лично вот расписывался на шайбы. Это его шайба. Потом вот 300-200. Да. Проводился. Да, да. Было такое. Вот шайба в 89-й год. НХЛ играла с нами чемпионат. Проводил я. Ну, это уже мои медали. В ночной хоккейной лиге я участвовал. Я вот смотрю медали вот необычные, вот на красной ленточке. На хоккейной лиге. Да, это седьмой, за седьмой сезон. Седьмой сезон. Так, по майкам. Вот расскажи сборной России. Это чемпионат мира. Это Дима. Взять. Взять. Вот, Щипачев, Гусев. Один с панариной на роспись. Вот, наверное, панарин. Да, 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 вот панарин. Пришлось отобрать. Да, отжать. Это вариант. Это вариант. Это я просил вот уже друзья. Я ездил, честно, на чемпионат мира перевезли. А это у меня знакомые с Канадой. Я прошу, они привозят, кстати, часто. Сувенирная такая. Да, это не сувенирная. Это игровая. То есть, найковская, оригинальная. Оригинальная. Это оригинальная майка. Хорошо, а вот с этой Бостон, что майка, откуда она? Бостон, я, да моя майка, я купил, не играл и потом я решил прийти. А, ну, то есть просто она до коллекса ушла. Ясно, да. Так, а вот еще у тебя краги. Краги это также товарищи с магазинами. Ага. Скажем так, в хорошем состоянии, вот это вообще, как они нулевые. Это было просто. Их просто было не достать. Ну, это профессионально было, это был просто уровень. Да, да, надо. Обратите внимание, здесь даже есть дырочки для вентиляции. Да, ладошка. Чтобы ладошка дышала, вентилировалась. Все прошито. Ну и что-нибудь из вымпела расскажи. Кто уж подарил. Может кто-то из известных, там, из хоккеистов. Либо тебе тяжело достался. Ну вот последняя у нас была встреча, мы играли на Красной площади. Через 75-летие Победы играли с комендантом Кремля, но не с президентом. Хочу вам, ребят, сказать, в Брянске очень сильно развит хоккей. И вот губернатор Александр Васильевич рассказывал, что, если я не ошибаюсь, 6 катков. Сейчас будет еще 6, да. Еще 6. В общем, 12 катков. 400 тысяч населения, ну, грубо говоря, будет 12 катков. Вот что значит, когда губернатор города играет сам в хоккей. Лед, наверное, не такой дорогой здесь, да? Приезжаю в Санкт-Петербург и постоянно тоже катаюсь. И с вами катаюсь, и другие ребята меня приглашают. Ну, 900 рублей, 1000 рублей за полтора часа. У нас здесь, конечно, 300 рублей. Если можно 3 раза покататься. 3 раза дешевле. 3 раза дешевле. Вот вратарке у тебя Стан, Торспа, и еще, что это я не знаю, без названия. Откуда вратарке у тебя? Это тоже от дяди все эти клюшки вратарки. По наследству, да? По наследству, да. Мы почему захотели снять видео именно у Сергея? Потому что, ну, такие вещи просто... Ну, лет 30 точно некоторым клюшкам есть. Представляете, да? 30 лет. Очень старые. И выпускают еще в советские времена. В Союзе, и некоторые приезжали, ну, за рубежа. Ну, то профессиональные игровые клюшки, их просто было в то время практически нереально было достать. Это что-то по знакомству. Все клюшки, кстати, бушные. То есть они игроками. Да, представляете? Вот, и вот, вот, видишь, раньше их грели, крюки загибали. Да. Раньше это модно было. Они все вот... Нету здесь загиба Овечкина. 28-й. 28-й, любимый на Баурах, как все любят. Здесь немножко другая история. Вот так раньше играли. Кстати, я смотрю, само перо, оно у всех клюшек очень тонкое. Прям очень тонкое. Очень хрупкое. И вот эти наши краш-тесты, которые мы проводим, вот такую клюшку бы я, наверное, точно сломал. Сразу. Сразу ушло. Смотрите, какой шлем. Это вам не реакт 75-й. Он, кстати, даже размер не написан. Просто уберешь, одеваешь и выходишь на лед. Одел форму «Играй». Очень давит. Ну, что делать? У кого есть какие-то, может быть, вещи, пишите в комментариях, какие-то необычные. Можно будет подарить Сереге в музей, потому что он так к этому делу серьезно подходит, собирает, коллекционирует. Выделил под это, видите, отдельную комнату, отдельный угол. Вот, все так здорово. Потому что, когда я увидел фотографии, я даже не знал, что мы были в Брянске. А раз уж приехали, думаю, ну, заедем в гости и все-таки снимем отдельный такой ролик, потому что многим будет интересно. Серег, последнее. Вот это 17-е, Харламов, СССР. Откуда у нас? А это я ее купил, только начал. Ну, стал на кантинет. Ну, вот сколько ее же лет? Она у тебя, я имею в виду. Лет 15. Да, вот. Лет 15-й номер, да, СССР. Сейчас-то этих маяк нет, тогда еще можно было купить, как бы заказать. Даже, знаете, вот мы находимся здесь минут, наверное, 5-7. Такая вот атмосфера, немножко так, тихо, спокойно. На эти все вещи смотришь, очень такие, ну, необычные. И я говорю, что не каждый их может увидеть, достать и пощупать. Так что здорово. Вот, на этом мы будем заканчивать. Спасибо, Серега, за то, что пригласил. Вот, на этом обращаемся. Пишите в комментариях, может, у кого-то какие-то вещи, скидывайте фотки, нам это все интересно. Играем в хоккей, хоккей для всех. Пока. Большой выбор новой ИБУ хоккейной формы в магазине «Хоккейка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова